всем привет и у нас повторное подключение прошу прощения за задержку мы работали над качеством звука давайте проверим еще раз все ли нас теперь слышат каково качество звучания каково каков уровень громкости жду ваших ответов пока ждем звук ретроградный меркурий приносит всем нам сюрпризы но главное что мы успели быстренько сориентироваться ну что ж давайте перейдем к самому интересному ожидание не зря было таким длительным интрига 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 и сегодня мы с вами собираем комплект для древесной рептилии на примере заселения в этот комплект ресничного бананоеда покажу как лучше это все обустроить но это довольно таки стандартный набор и террариумов и декора и светильников лампочек и прочего наполнения для того чтобы поместить большое количество древесных ящериц древесным ящерицам можем отнести и хамелеонов и хамелеолисов и фельдзун и бананоедов и много-много других животных но основные которых можно кстати приобрести у нас в магазине это как раз таки эти ребята давайте посмотрим что же у нас сегодня из оборудования будет в нашем мастер-классе во-первых этот террариум террариум мы не зря выбрали размер 45 45 на 60 это террариум такого размера в котором комфортно разместится из группа из взрослых ресничных бананоедов мы знаем что ресничные бананоеды это древесные животные которые передвигаются по всем поверхностям и даже по стеклянным гладким стеночкам потому что в природе они двигаются по можно сказать что лысым стволам деревьев за счет специальных присосок они прилепляются к любой гладкой поверхности а по шероховатой древесной поверхности они передвигаются при помощи когтей поэтому наши гекконы которые вырастают сантиметров примерно до 27 30 с хвостом такой объем будет наиболее комфортный самцы у ресничных гекконов бананоедов довольно-таки территориальны при встрече с другим взрослым половозрелым самцом может начаться конфликт который пронесет ранение поэтому содержать вместе можно только либо самок либо группу из самца и нескольких самок почему именно так если содержатся эти животные парой самец может оказать очень сильное давление на самку с целью размножения поэтому содержать рекомендуем группой опять же довольно таки комфортный объем позволит вам разместить большое количество укрытий лазалок поверхностей в которых просто самец и самка могут находить друг друга не очень часто у каждого будет свой уединенный уголок ну что ж так же уточню что у нас весь ассортимент с которым мы работаем это фирма экзотера фирма которая действует при создании всех своих товаров и продукции для рептилий под девизом чтобы рептилий чувствовали себя как дома ну что ж попробуем создать новоколедонские условия для наших животных будем использовать также вот такую искусственную скалу когда будем я вскрывать я расскажу подробнее про особенности именно этой декорации у нас будет светильник light дом с внутренним отражателем светильник который можно использовать как для греющей лампочки для ультрафиолетовый а также он отлично подойдет для ламп полного спектра то есть для саларок в нашем случае мы будем запускать его с лампочкой обогрева у нас будет довольно таки богатый ассортимент декора два фикуса и вот такое классное растение длинные большие потому что древесные гекконы очень ну во первых они обитают на деревьях там много листьев нам надо создать густую крону дерева а также банана еды часто прячется под тендом из таких вот листьев и вот под ними спят потому что животные это ночное сумеречное днем проявляет активность не всегда идеальное животное для тех кто учится и работает будет маленькая такая поилочка она же кормушечка лампочка обогрева светильник для ультрафиолетовых ламп который мы расположим сверху водопад мы будем скрывать в этом видео настоящий водопад и даже запускать его готовьтесь услышать журчание ну что ж пока я готовлюсь дальше кстати хочу заметить что мы будем разыгрывать призы еще на этом стриме поэтому смотрите внимательно некоторые подробности у нас будут как в середине так и в конце стрима искусственные лианы крепеж для лампочки обогрева на которой мы установим лайт дом готовые тропические наборы которые содержат и субстрат и мох спагнут ну что ж мы почти расчистили наш стол две лампочки ультрафиолетовая лампочка 50 которые максимально подходит для тропических животных а также для тех кто ведет больше сумеречный образ жизни и на ультрафиолет выходят под солнечные лучи не так часто и лампочка vision которая специально создана для рептилий поскольку у них 4 рецепторное зрение она поможет находить животному лучше пищу видеть естественным те цвета которые он видел бы живой природе но не будут у нас террариуме ну а также просто придать комфорт вам наблюдение за животными потому что под этой лампочкой даже декорации смотрятся более сочными и насыщенными ну что ж последний комплект это комбометр прибор который поможет вам постоянно замерять не только температуру но и влажность в чем удобство именно этого аппарата то что у него всего один датчик ну что ж мы расчистились давайте вскроем террариум в процессе трансляции вы можете задавать ваши вопросы мы будем на них отвечать на что-то отвечать сразу что-то мы будем оставлять до момента когда дойдем до процесса оформления но пока у нас вскрытие новенького террариума от экзотеры основное шуршание я пропущу после я начну рассказывать вам про особенности этих террариумов так приятно открывать каждый раз новый террариум это незабываемое чувство круче для тех кто хоть раз был в нашем магазине или посещал наш сайт практически про все товары есть подробные аннотации а также в наших магазинах можно получить полную консультацию у специалистов но даже если вы любитель тишины и одиночества хотите сами разобраться со всем фирма экзотера дает нам полный список преимуществ на обороте прошу из того что мы можем назвать и видим это сразу во первых это подарочный фон подарочный фон сразу в комплекте оформленный под скалу любое животное которое даже не передвигается по стеклянным стенкам с радостью воспользуются этим фоном для поднятия наверх если потребуется к лампочке а также просто чтобы использовать заднюю стенку как полезную жилую площадь крышка держится у нас на четырех таких крепежах которые разворачиваются и крышка свободно снимается крышка идет из светлой сетки которая не задержит светопропускание то есть все ультрафиолетовые лучи проходят через нее напрямую что не проходит отражается от серебра возвращается к отражателю светильники и все равно попадает внутрь террариума сюда максимальный функционал при котором все ультрафиолетовые лампочки работают на стопроцентной эффективности также по центру присутствует ребро жесткости чтобы сетка не проминалась находится она в этих террариумах натяг есть удобный замочек который фиксирует дверцы животное изнутри если вы конечно закрыли дверцы на замочек и на крепеже крышки сверху не сможет никаким образом выбраться если у вас даже есть дома другие домашние животные которые находятся вне террариума в принципе замочек находится в таком месте что неудобно к нему подобраться ничей лапкой только ручками но если у вас есть дети или вы боитесь оставить свое животное на родителей супруга или супругу можно отдельно приобрести замочек на кодовом шифре две распашные дверцы этот любимый звук можно заселяться также есть выходы под провода очень удобный момент что выходы под все провода находится задней части при этом на крышке их можно перекрыть вот такими полосиками кто следит за нашими мастер-классами и трансляциями регулярно мы каждый раз про них упоминаем но обычно не ставили еще оборудование внутрь и не показывали как удобно вывести эти провода сегодня у нас будет фонтан поэтому мы покажем наглядно как все это устанавливается ну что ж животные у нас древесные поэтому в первую очередь нам нужно определиться с расположением веток в качестве основы мы решили использовать комель виноградной лозы это натуральный природный материал который содержит естественную шероховатость по которым сможет передвигаться бананоед при помощи когтей давайте выберем наиболее подходящее положение если вы подбираете себе террариум и готовы заняться установкой вам нужно знать два самых главных правила первое при установке веток одна из их частей должна находиться в высоте мы должны создать точку прогрева самая высокая точка куда животное будет забираться чтобы погреться как если бы до него доходили солнечные лучи мы выбираем место где будет расположен светильник именно с лампочкой обогрева поскольку у нас присутствует два светильника у нас не комбинированная лампочка на передней стенке мы разместим ультрафиолетовую лампу и vision а на задней стенке у нас бы стоит лампочка обогрева поэтому вот эта часть нашей лозы будет упираться верхнюю зону и здесь будет самая высокая . ну еще одну красивую веточку мы добавим на заднюю стенку закрепим процесс подбора коряк может занять у вас некоторое время потому что все естественные материалы они не бывают симметричными и в некоторых случаях вам придется либо подпилить коряшку либо где-то захочется ее немножко подогнуть мы можем попробовать без неё если что ее добавить давайте голосование голосуем пока у нас идет голосование она прям вот четко по точке полирну слегка мы сейчас будем сажать только одного иконы а если мы собираем группу то увеличение жилой площади она всегда будет в плюс потому что животные не будут контактировать друг другу с друг другом вынуждены из-за ветки поэтому нам нужно больше веток больше укрытий ну чтож пока у нас нет голосования продолжаю вот бывает так что ветка она красивая но она не ставится идеально отлично спасибо анастасия если не ставится ветка так как вам надо отпилить вот этот красивый кусочек ну очень не хочется там какая нить красивая шишечка загиб там вот место сращивания но вам очень понравилось да не беда в целом для этого существуют такие специальные искусственные лианы показывать интересная фактура во первых она шероховато то есть подойдет практически 99 процентам животных имитирована под настоящую лиану как будто сверху даже немножко поросшая мхом внутри нее находится довольно таки жесткая такая армированная часть поэтому мы можем придать это ли они любую форму все огонь я же говорю огонь вскрываем а вот так вот собственно говоря у нас здесь вот такая вот лианка она еще пружинит самые популярные методы применения италияны это сделать такую вот гибкую часть которая будет находиться в подвесном состоянии и в таком случае ваше животное будет чувствовать себя как в природе неуверенно но мы всегда работаем над удобством и ухода и содержание животного поэтому будем фиксировать ее сейчас двумя концами несколько рекомендаций по использованию такой лианы старайтесь не делать загибов в 90 градусов потому что это самая травмирующая часть для внутреннего армирования делайте загибы мягкими и потихоньку если вы хотите сделать спираль не делайте ее за один подход постепенно сгибайте натулиан да то есть они могут загибаться также вы можете использовать ее в двойном вот так вот варианте крепления можно даже их между собой вот так вот перепутать сплести и получится более натуральный такой внешний вид если вы хотите вот так вот сплести сразу покажу можно будет вот так вот зафиксировать в районе нашей верхней точки так куда зацепила получается верхней частью и спрятать вторую часть где-то вот тут в расщелинах вот это вот в чем плюсы именно этих лиан если у нас не получается сделать точку прогрева при помощи натурального декора можно поставить лампочки прямо над этими лианами при этом получится точка прогрева если вы взяли ли она скручены вот так вот вдвое либо добавили крупную лиану да здесь у нас размер маленький есть еще средний и крупный соответственно эти ли она можно использовать разных диаметров они будут разной длины и можно и будет поставить под точку прогрева но учитывайте еще размеры вес вашего животного потому что если это будет тяжелая животина которая идет вроде как под точку прогрева до алиана у нас это не такая жесткая конструкция как ветка соответственно она будет немножко прогибаться что же у нас еще есть из такого главного вообще на самом деле хочется уже вот прям все и начать засыпать субстратик но в первую очередь я предлагаю вам вскрыть водопад потому что это отдельный и аксессуары полезный элемент в нашем террариуме до что мы вообще знаем про водопады для чего они нам нужны поскольку мы говорим про древесных ящериц а стиль оформления нашего террариума больше похож на тропики и мы стараемся по наполнению сделать его тропическим нам нужно что-то что будет немножко помогать удерживать влагу непосредственно в нашем террариуме сам водопад когда находится в террариуме поднимает уровень общей влажности на самом деле не так много нам будет больше важен субстрат который будет впитывать влагу и постепенно ее отдавать в атмосферу нашего террариума водопад в нашем случае нужен для того чтобы в террариуме присутствовала постоянно чистая подвижная вода потому что когда вода передвигается почему-то она будет подниматься наверх стекать по камушкам она остается больше свежей плюс это водопад закрытого типа в котором даже если попадут кормовые сверчки они не попадут внутрь вот в хранилище воды где не начнут там гнить умирать и отравлять нам воду это тоже жизненный момент его нужно учитывать но и поскольку мы говорим про древесных рептилий в целом несмотря на то что этот террариум будет у нас под ресничного бананоеда водопад это идеальный вариант поилки для тех животных которые пьют только подвижную воду для хамелеонов ну что ж открываем посмотрим что у нас комплекте в первую очередь водопад идет в жестком пенопластовом коробе звук боль но в таком вот защищенный со всех сторон поэтому смело не бойтесь заказывайте доставку экзотеровских террариумов это самая надежная упаковка которая только есть на данный момент спинопластом да придется немножко послушать эти звуки я постараюсь очень аккуратно чтобы все остались довольны вот так у нас есть основная секция на плосли безопасности основная секция в которой получается вот такая трубка для подъема скала виде камушков сама платформа который будет находиться вода террариум террариум водопад содержит пазы которые жестко устанавливается верхняя подъемная часть она фиксирована соответственно закрывается но вот так вот и у нас только маленькая такая щелочка прикрывающаяся нас от попадания сверчков но что же будет двигать нам воду внутри а воду внутри нам будет двигать вот такая классная помпа миниатюрные и практически бесшумные кстати если вы используете водопады можно ставить их отдельно на таймер который будет включаться вместе со светом и выключаться тоже вместе с ним почему я предлагаю сначала установить фонтан на потом заниматься засыпкой грунта потому что сейчас мы выберем наиболее удобное расположение для фонтана вытащим обратно наши ветки потому что нам нужно будет закрепить шнур от помпы внутрь поэтому именно сейчас мы присмотрели как у нас будет выглядеть ветки при установке в террариуме сказали вот так как надо мы сейчас тоже будем пытаться сделать так как было но процесс творческий он содержит себе некоторые моменты импровизации каждый раз поэтому если вы хотите повторить стопроцентно то что у вас получилось вы просто делаете фотографию это нормальная практика особенно если вы занимаетесь глобальной уборкой в террариуме что у вас происходит примерно раз в месяц полтора до а ресничные бананоеды принципе как и многие древесные рептилии фельдзумы хамелеолисы и так далее все очень часто оставляют свои фекалии на стенках террариума и самое удобное это полностью его освободить не отмыть уже стеночки поэтому фотографируйте ваши обстановки внутри для того чтобы потом повторить свои шедевры а если вы хотите улучшать модернизировать каждый раз внешний вид вашего террариума то смело пробуйте собирать конструкции заново так располагать наш фонтанчик мы будем вот в этой вот зоне толку да можем поднять будет чуть-чуть далековато тяжеловато точнее мы попробуем сейчас мы все туда засыпем и будем поднимать вы делаете не так давай мы сделаем вот так будем показывать ножки террариума жесткая конструкция не только у самого террариума виде ножек которых мы сейчас покажем но и у подложки которые внутри родная у террариума для того чтобы доставка происходило максимально комфортным образом доставка это имеется ввиду не только до нашего магазина и от магазина до вашего дома на такси либо при использовании наших курьеров а даже если вы находитесь где-то в регионах и вам нужно отправить террариум из одного города другой здесь ноги 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 давай задвинем почему бы нет думаешь его приподнять отлично да готова террариумные ножки в прямом эфире отлично вот так вот расположение мы выбрали почему удобнее ставить сам водопад на передней стенке просто потому что вам его будет проще мыть вот так вот обзор ножек получается что дно террариума находится не непосредственно на подложке а на легком подъеме соответственно можно приклеить коврик можно положить его просто снизу и что самое интересное вот этих ножек если посмотреть вот да с внутренней стороны у них есть вот такие вот ребрышки еще то есть стекло защищено даже если изнутри что-то будет немножко выпирать целом то по краям идет дополнительное крепление ну что ж попробуем так куда чтобы не вытаскивать полностью коряжку ой спасибо тебе большое мы опустим полку нашу вниз приподнимем наш фон всегда когда хочется упростить это получается не упростить большие размеры террариумов это прекрасно вокруг них можно ходить как же без него подстягиваем полку сейчас его здесь тут можно теперь показать сверху у нас получается неудобно что от фонтана кабель коротковат наверное человек встречался сколько здесь метра полтора я думаю что даже меньше на самом деле если это очень крупные террариумы то да на самом деле на большие террариумы уже лучше использовать систему мансун она будет создавать капельки в принципе если задние стенки даже показать вот тут у нас небольшой запас еще здесь остался то есть мы тут еще снизу подожмем стеночку и вот он у нас шнур то есть мы его подтянем для удобства именно фиксации самого водопада мы оставляем всегда запасе и так я возвращаю нашу заднюю ветку вот в такое положение разбираю верхнюю часть нашего водопада дальше простым движением надеваю на помпу шланг с уже переходником глаза главное попасть ну что запускаем фонтан сразу или сначала засыпем все остальное потом люблю интерактивный мастер-класс ребята что сначала водопад или грунт я пока зафиксирую ли она расположен нашу точку прогрева сверху ну что по моему 90 процентов возвращено чуть-чуть может как-то эта веточка была правее в сторону но картина остается примерно той же у нас есть голову за грунт и есть голову за фонтан один-один а не ну ты тоже за грунт ябра большой терра для хамелеонов 90 там остается сантиметров 15 всего получается что розетку надо на тер класть это видимо продолжение но это от водопада да согласна поэтому для высоких таких террариумах конечно система мансум будет более предпочтительно как минимум потому что она находится снаружи имеет свой внутренний таймер или на розетке получится длиннее ну что я решила импровизировать я предупреждала что я буду импровизировать и посадить лиану на заднюю стенку при этом ее можно удобно так загнуть здесь и зафиксировать ну что ж не мы оставим как раз здесь для того чтобы было удобней заменять воду потому что вообще в идеале раз в месяц как минимум раз в месяц вообще хотя бы раз две недели доставать полностью фонтан и промывать его под водой а также использовать ершики для чистки самого шланга который внутри подъемный и прочищать внутреннюю часть потому что когда двигается вода если вы не подменяете воду ежедневно не заливаете свежую полностью на новый объем это делают очень мало людей на самом деле все грешат и доливают воду от силы раз два три дня так вот эта вода начинает затухать и появляется такая как склизкая оболочка она из-за бактерий соответственно если регулярно не мыть фонтан полностью то вода даже новая залитая при контакте с этими бактериями будет не самый свежий мыть и свои фонтаны полностью да мыть и свои фонтаны полностью а удобство именно этого нам позволит снять верхнюю часть отключить помпу забрать все части в ванну там подтереть все это щеточками поставить обратно на самом деле правда более удобно но на задней стенке будет еще одно преимущество если что фонтаном всегда можно подпереть задний фон поскольку у нас здесь получается упор фиксации . тут . здесь в принципе снизу бы да было тоже неплохо если наш взрослый самец росничного бананаеда зацепиться на стенку где-то здесь начнет отклоняться на вытянутых лапках назад соответственно он может начать тянуть на себя этот фон благо у нас здесь есть упор есть вопросы фонтаны без оправки для ящерок если залезет шнур или попробует грызть ну не все ящерицы грызущие ну вообще все получается шнуры которые идут для внутреннего использования а водопад все таки у нас идет для внутреннего использования у них есть изоляционное покрытие сверху что касается ящерки на самом деле этот шнур может использовать в плюсовом положительном варианте в основном древесные рептилии по типу хамелеона потому что шнур и шнур и ладно еще одна лиана грызть его и есть ну вообще они не должны потому что как вы видите мы пустили шнур по дну и мы его сверху прикроем субстратом что будет достаточно надежно спрятано если вы боитесь что ваша ящерица крайне любопытна и любит знакомиться с миром на ощупь в таком случае да просто пододвиньте фонтан ближе к задней стенке чтобы расстояние шнура было минимальным субстрат на самом деле я обожаю вот эти готовые наборы потому что здесь внизу находится фракция кокоса не самая мелкая не только крошка но в то же время и не чипсы такие крупные сформированные кусочки здесь как будто перемолотый микс из чипсов есть в составе и волокно и маленькие кусочки чипсов в то же время крошка самое полезное для нас это как раз таки крошка кокосового субстрата потому что она содержит большее число влаги и в наборе есть также мох есть прессованный мох в брикетах такие два удобных 7 литровых пластиночки в одном флаконе хватает очень надолго шикарный мох подходит и для рогаток и для револазов его даже можно немножко промыть для того чтобы освежить и вот в таком вот варианте как подобрать вообще правильно сколько и какого субстрата подойдет вам в террариум на самом деле если вы используете готовые субстраты вот такие вот в пакетах они получаются обычно больше по объему если вы не пользуетесь доставкой то вам надо подготовиться к тому что вы поедете с крупным пакетом либо рюкзак побольше либо просто все это закинуть в машину или в такси и везти счастливыми домой но это основной плюс для того чтобы посмотреть хватит ли вам этого субстрата для вашего террариума если вы пользуетесь брикетами которые вам придется размочить тут придется знакомиться опытным путем какой объем вам следует готовить в этот раз поскольку ресничный бананаед это животное которое нас обитает в новой каледонии а у нас еще будет впереди справка по содержанию этого животного там довольно таки высокая влажность поэтому чтобы поддерживать постоянно эту влажность внутри террариума нам надо положить тот субстрат который будет впитывать в себя воду а впитывать он в воду будет от того что мы будем прыскать террариум то есть это у нас не замкнутая система нам все таки придется прыскать стеночки утром и вечером субстрат будет впитывать и постепенно давать эту влагу в атмосферу нашего террариума а также если будут лишние капельки и брызги из водопада они также будут впитываться субстратом ну что ж начинаем засыпку на площадь 45-45 на 45 чтобы создать слой примерно 2-3 сантиметра поскольку это животное не роющее оно практически не будет обитать нижней части террариума если ваша ресничный бананаеды прячется на дне в грунте значит либо у вас слишком жарко либо в террариуме слишком низкая влажность ну что ж поехали прячем наш шнур от водопада ну и комментарий от Анастасии тоже недавно пришел потому что крабы очень любят жмакать провода что в принципе правда для крабов определенно должны быть фальш стенки такие чтобы защитить все провода у крабов это да особенькое такое развлечение у нас есть распрыскиватель аккуратненько добавим сдвинем внутреннее включение ну что внешне выглядит очень даже симпатичненько а зеленушка у нас идет в комплекте если говорить о мхе который в брикете его там конечно объем получится в разы больше но в данном случае у нас и не такой большой слой нужен а мох в данном варианте для нас оптимален потому что ресничный бананаед создание крайне интересное он охотится и за сверчками и в то же время питается плодами таких слегка подгнивающих фруктов поэтому кормить его можно и фруктовыми пюре и сверчками но в процессе охоты за сверчком бананаед может схватить не только самого сверчка но еще и захватить субстрат в составе есть вот такие вот кокосовые волокна которые если очень неудачно схватить они могут оказаться довольно таки длинной такой ниткой внутри желудка поэтому чтобы исключить момент контакта ресничного бананаеда именно с волокнами а они нам нужны для поддержания оптимальной влажности мы сверху сделаем основной слой покрытия из мха сфагнума вот такого в отличие от брикетированного это уже такой более как это называется рыхлый мох его удобнее взять и раскидать по всей поверхности а также его можно использовать в качестве декора для расположения в ваших лианах сейчас еще побрызгаем его водичкой он тут как приклеится более так надежно и будет смотреться более симпатично красивенько раскладываем все симпатично такое слегка поросшая мхом комментарий очень боюсь использовать субстрат грунт и мох они же могут поедать грунт вот этот вопрос мы уже немножечко рассмотрели вообще ну как бы пока я раскладываю мох я не хочу стоять спиной но буду говорить всякие умные практические вещи на самом деле животные могут есть грунт и субстрат в двух случаях первый это чисто случайность да такой фактор они едят не при помощи ручек и лапок а просто схватили и заглотили причем если вы замечаете большинство животных даже не жует а просто приминают пищу и ее заглатывают поэтому попадание чего-то лишнего может быть от основного субстрата делайте покровные части либо это будет мох в нашем случае он тоже может впитывать влагу ее отдавать это нам нужно в качестве корректировки вы можете использовать на самый верхний покровный слой крупные куски коры пинии которую тоже будет достаточно сложно проглотить потому что она должна быть в размере больше головы животного либо хотя бы половину тогда будет проблема в заглатывании случайно это точно не получится а если вы говорите про песок либо кокосовые чипсы либо отдельно кокосовую крошку и замечаете за вашим животным что она просто сидит ее и жует систематически то вообще в природе каждое животное обитает же на своей территории и у каждой территории есть специфический состав микро и макроэлементов которые зачастую содержатся в самом субстрате это такой немножко отход ответа в частности ну больше к пустынным животным поэтому некоторые животные поедают субстрат чтобы восполнить баланс именно необходимых элементов в таком случае рекомендуется ознакомиться с тем какие все-таки кальций и витамины вы даете может быть увеличить количество вот и посмотреть за понаблюдать за поведением животного дальше я тут немножко увлеклась слишком я люблю раскладывать мох еще и укрытие вешать ну что ж у нас есть вторая пачка поэтому я предлагаю вложить спереди в основном мох чтобы в нем так как и потопал водопадик достаточно экономно одной пачки может хватить для маленького слоя преимущество еще готовых таких субстратов во-первых то что мы не тратим время да мы сейчас все уже разложили он фактически готовый можно просто было высыпать сверху кинуть мха но мы же красиво хотим что все было красиво а с брикетом пришлось бы еще размачивать и ожидать пока у нас станет готовый субстрат ну все я тут подраскидала есть у нас еще какие-нибудь вопросы а то мне так хочется весь мох раздербанить вот ну тогда я буду просто подавать идеи поскольку я обещала что это будет террариум для древесной рептилии и рассказываю я не только о ресничных бананоедах хотя про них у нас будет отдельная углубленная тема вот про если мы используем допустим этот субстрат для хамелеонов насколько мы знаем хамелеонов самые вот два таких известных вида которые часто встречаются в террариумистике это пантеровый и еминский если мы говорим о пантеровом хамелеоне это эндемик острова Мадагаскар там более высокая влажность соответственно подойдет использовать такой же мох в качестве покровной части потому что он будет держать влагу и постепенно ее отдавать если мы говорим о еминском хамелеоне в принципе можно использовать тоже мох но его не надо так сильно намачивать потому что еминцы обитают в Саудовской Аравии там другая влажность она практически в два раза ниже чем требуется пантеровому хамелеону в таком случае можно использовать листья того же самого бамбука можно использовать разные другие типы покровных материалов но карапинии которые не сильно хорошо впитывают влагу на мой взгляд будет самый оптимальный для еминса ну что ж в принципе все достаточно зелено а давай про мох если съесть мох то это безопасно будет я думаю что немножко человек придет немножко вообще мох больше шансов что он просто выйдет кстати мох за счет того что это все таки длинная структура волокон сейчас я покажу даже вот так вот это длинные вот такие волокняшки покажи ближе да больше шансов что он во первых сам проскочит по пищеварительной системе и может захватить с собой еще какие-то остаточные моменты которые остались вдоль стенок в принципе по структуре да если ты покажешь это как маленькие такие ершики которыми как раз таки нужно очистить шланги вот такой вот маленький шутка про ёршика ну давай а я пока поэк это прям в комментариях к трансляции ой хэдмейт это прекрасно все таки решила все использую нет я не все я добавить еще половинку чтобы сделать сделать визуально верхнюю часть слегка на подъеме чтобы у нас была большая картина именно дна видно ну как используется в аквариумистике да на легком подъеме обычно задняя часть ну что ж давай еще вопрос а то у меня мох еще остался мне кажется что если кто-то будет по этому видео оформлять свой террариум то в принципе поскольку мы делаем все в режиме онлайн мы реально открываем пакеты добавляем мух там добавляем субстрат в принципе можно не отвлекаясь от производства заниматься всем тем же самым ну что ж еще чуточкой мы перейдем к дальнейшему и 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 выходе вот как если сейчас мы добавляем такое большое количество мха сфагнума значит после попадания воды он себя впитает довольно таки большой объем и будет его постепенно отдавать то есть если у меня такое большое количество мха еще и вот этот вот классный субстрат усредненной фракции если я знаю что вечером после работы я захочу сходить куда-нибудь с друзьями я просто с утра возьму побольше опрыску стеночки залью посильнее на субстрат влаги будет в террариуме больше плюс у меня работает фонтанчик на таймере я вечером после работы абсолютно без паники еду занимаясь своими делами и возвращаюсь уже поздно когда выключились лампочки со светом а влага то постепенно у меня будет выходить из этого террариума да из питанного субстрата мх и даже мое влаголюбивое животное в виде росничного геккона бананоеда будет чувствовать себя достаточно комфортно оно не будет страдать от того что я решила немножко заняться своей жизнью они его ну что ж общее оформление дно в принципе готова хочется уже добавить ставьте лайки пишите комментарии но еще пока что нет да не на всякие ситуации случаются банально просто прогуляться или куда-то там сходить до внезапной поездки начинаем скрывать дикоражки ну что мы где-то примерно на середине наверное будет у нас какая-нибудь информация по конкурсу включитесь к нам могу я можешь ты хорошо мы будем разыгрывать несколько призов краткая информация которая вам нужна для участия в розыгрыше призы можно будет получить в наших магазинах в санкт-петербурге это на промышленной 5 либо трк гранд каньон либо в москве астраханский переулок дом 5 если вы обитаете в регионах другом городе в области и не сможете не захотите подъехать сам магазин мы можем отправить ваш приз вместе с заказом условия по поводу заказов можете прочитать на нашем сайте во вкладке доставка дадим чуть позже я распаковываю листья поскольку у нас животные древесные нам очень важно оформить террариум так чтобы это было похоже на крону дерева деревья у нас есть разные есть там где в основном стволы только сверху немножко листьев мы исходим из того какое вообще животное какой образ жизни она будет вести что из классного вот так вот выглядят растения которые вот просто от экзотера казалось бы такое длинненькое но вот эти все части они подвижны конечно в процессе эксплуатации когда по ним будет ползать животное животное будет ползать между этими листьями немножко изменится структура но тем не менее рекомендую всегда вот так вот распушить распутать каждую веточку потому что вот эти вот жесткие лианки вы также можете использовать для оформления протянуть их с одной стенки до ветки закрепить и получить довольно таки интересную картину у нас ли она которая на задней стенке мог на самом деле если мы тут у два немножко таких момент о которых можно сказать если вы селите сюда просто ресничного бананоеда то в принципе убирать вместе с какашками подменять полностью весь состав мх ну хотелось бы где-то раз в месяц если вы хотите поступить так чтобы делать это немножко реже вы можете приобрести колонию макричек которые будут питаться каканьками и посадить их внутрь они могут подъедать и мох и кокос и каканьки и жить на всем этом таким образом у вас будет больше происходить очистка природные процессы внутри вашего террариума и замена мха будет для вас реже по двум причинам во первых потому что органика будет съедаться мог будет оставаться чистым мха будет и вот уже будет по чуть-чуть подъедать будет просто меньше нужно будет добавлять но еще как один такой важный момент у вас просто будут везде макрички и вам не очень захочется делать подмену большого количества субстрата чтобы часть колонии давай давай да вполне на самом деле это функциональные макрички относительно обычных тропических да ну это тоже тропический но тем не менее относительно обычных у них просто немножко замедлен процесс размножения то есть восстановить колонию либо собрать кого нибудь немножко посложнее поэтому лучше сразу брать большее количество стартовых животных для заполнения а давай подскажите листья у нас присоски смотри какие классные здесь я могу даже еще раз это сделать нас тут холодновато в футболочках мы стоять не может какая присоска закрепили и все а дальше вы фиксируете вот эти вот пучки и листиков за за все что хотите на самом деле такой еще секретный момент расскажу вот в этих фонах есть вот такие вот дырочки красивые скале если присмотреться есть вот такие вот кругляшки можно поступить очень интересным образом каждое растение сзади имеет еще вот такую вот штуку остренькую ну как остренькую да она может что-то проткнуть но при этом она совершенно мягкая и присоску если вы хотите крепить растение не только на стекло вы можете снять присоску и воткнуть вот эту часть внутрь там получается специально как такой канал вот этих вот от сеток протыкаете у вас идет крепление растения непосредственно в сам фон очень интересно но обычно это как раз таки хорошо работает и для оформления получается для террариумов которые высотой 90 сантиметров если брать например самую большую катеру 90 45 на 90 и на вот этот задний красивый скальный фон добавить не крупные такие растения а поменьше то получится как такая прям живая стенка опять же можно такое используется вообще со всеми вариантами крепления растений то что не только фикус и вот это бутилончик у нас есть в ассортименте экзотеры вкусненько я сказала классненько ну ты пока читай вопросики а я начну рассказывать про вот такую классную штуку будем стараться что анастасия готовьтесь мы и так что же это у нас за скала на самом деле про вот эти вот варианты декораций если искать в интернете не так уж много обзоров почему-то большинство просто даже не догадывается о том насколько классно может быть такой вариант декора что же это такое это керамическая декорация выполненная в виде скалы которую по простому да вы можете использовать вот так просто установив вертикально это похоже на кусочек камней скалы который можно поставить для у блефара это можно поставить для бородатой агамы без разницы вертикально или нет это хорошая площадка которую можно поставить под греющую лампочку при этом это такая структура материала который тоже будет впитывать себя тепло соответственно если даже уже свет выключился лампочка выключилась вот эта декорация будет постепенно давать еще немножко температуры воздух если животное допустим немножко вы там до косякнули и покормили не в середине дня а ближе к вечеру ну там задержались на работе на учебе и так далее все мы знаем что нельзя выключать свет точнее нельзя кормить животных позже чем за часа полтора-два до выключения света потому что пищеварительные процессы они начинаются только тогда когда у животного есть соответствующая температура для пищеварения в таком случае если мы отключили а животное поела и понимает что она еще не переварила можно будет усесться под вот этот камешек и на нем потихонечку прогреться это дополнительный плюс и работает это практически для всех животных опять же здесь есть такое интересное крепление для которого я пытаюсь добраться вот она такая маленькая пластиночка секретный элемент здесь есть небольшой такой паз и часть крепления похоже это все на такой как замочек и теперь новые вот такие прозрачные пластиночки которых практически даже не видно что же тут происходит ну так вот берем нашу защелку вставляем вот сюда при этом здесь получается плотный достаточно мощный достаточно такой клеевой состав который будет крепиться непосредственно на стенке либо мы можем использовать эту скалу на дне для установки сейчас я поковыряюсь ты можешь пока читать вопрос а я отковыриваю слойков пока смотри я отковырял сейчас я буду прилипать если вы увидите что одна из моих рук находится на террариуме в неподвижном состоянии да так лучше не надо давайте не нужно раньше да на магнитном креплении что-нибудь интересненькое давай я попробую открепить эту часть а ты мне как раз таки поможешь вытащить светильник большой добавил у нас есть вот такой прекрасный светильник надеюсь меня слышно который называется compact top с индексом small то есть он как бы маленького размера на две лампы на две ультрафиолетовые лампы либо на 13 ватт либо на 25 ватт сейчас они отклеиваются поэтому я использую первый вариант который тоже никто не отменял мы сейчас все это будет задний фон фон все вертикальное использование прогрев достаточно я сразу скажу что после окончания этого видео мы запишем еще один полноценный обзор с ее установкой не будут в таком вот режиме а полноценным как он должен стоять но тем не менее вернемся к нашему светильнику все правильно она начала говорить что это размер смол 45 сантиметров главное преимущество того что экзотеровские светильники террариумы параметры которые написаны на светильниках или на террариумах они сто процентов соответствуют то есть если у вас площадь террариума 45 значит стопудово светильник на 45 тоже подойдет чем это еще обусловлено что террариум террариума экзотера имеют вот эти вот фиксирующие части да и ребро жесткости которые мы сейчас вот так вот установим да сейчас я открою защелочку так спереди есть выберем дальнюю которую спрятали аккуратненько и задвинули полозик что у нас здесь только остается шнур даже если какой-то очень хитрый сверчок или таракан заберется за наш фон внутрь и по вот этому небольшому желобу где у нас находится шнур пролезет наверх за счет того что мы закрыли общую вот эту часть полозика он никуда не выберется ну так вот на светильниках есть такие специальные ножки и палочки которые помогут установить светильник таким образом что он будет стоять на террариуме фиксировано и жестко вот такие вот ножички крутяшка крутяшка все смот ножки упираются сдвинуть светильник довольно таки сложно плюс это получается довольно таки красиво оформленная такая вот картина ну что ж поковыряемся еще в преимуществах этого светильника у него есть еще сверху две вентиляции вентиляция здесь не принудительная нету никакого вентилятора который высасывал бы теплый воздух от лампочек и отдавал их наружу на потому что этот светильник рассчитан только на лампочки ультрафиолета либо полного спектра которые будут раздавать свет вокруг себя во все стороны то есть светить на вот эту металлическую подложку и просто вниз а металлический отражатель здесь установлен для того чтобы все лучи света полезные для нас ультрафиолетовые были возвращены обратно в террариум собственно вот так это все и выглядит и на вот этих вот модельках на две лампочки здесь присутствует только один выключатель модели которые меньше они тоже только с одним выключателем если мы берем светильники которые уже с тремя лампочками и более будет два выключателя на разные группы что очень удобно можно создать постепенное такое затемнение к вечеру ну что же ставим лампочки будем заселяться ну что ж поскольку мы здесь видим что у нас больше веток находится с этой стороны ультрафиолетовую лампочку которая нам нужна для того чтобы животное синтезировало внутри своего организма витамин d3 мы будем располагать как раз таки с этой стороны смотрите две или пять это все зависит от того какой площади у вас террариум в нашем комплекте который идет 45 45 на 60 мы будем использовать и ультрафиолетовую лампочку тропическую 50 высота у нас небольшая ветки к месту крепления среду вместо светильника они будут достаточно близко поэтому использовать более мощную лампочку 10 которая вообще идет для таких животных обитающих на открытых местах мы не будем это будет опасно потому что мы можем сжечь просто всю поверхность нежной бархатной кожи ресничного банана еда но если у вас террариум допустим 90 45 90 для банана едов ну такой вот вы поставили большой размер то в принципе можно поставить и десятку хотя бы одну или несколько лампочек тогда они будут добивать глубже а ваши ветки все равно не будут доходить до самого верхние зоны заселения ну и плюс банана ет там не будет сидеть все время если ему будет слишком жарко или солнечно он просто уйдет и итак у меня есть кронштейн а мы чуть-чуть потом сдвинем террариум и подключим вы уже полностью надо еще водичку давить так же многие забывают о вот таком важном моменте это получается крепление держатель для светильника это не просто крючок на котором будет висеть ваш светильник это крючок который может менять свою длину сейчас я вам это покажу на примере многие из вас сталкиваются с тем вообще это нормально что когда наступает сезон отопления температура в квартире повышается и если наступает лето то она также то и угрожающий смотрю за счет того что у вас ну как большинство делают да просто ставится светильник на сетку сверху я даже уберу сейчас вот этот светильник и покажу наглядно ставится на сетку сверху что же здесь получается светильник имеет сам по себе без светильник от греющей лампочки сразу его расчехлим лайдом мало того что он имеет массу свою за счет того что отражатель да здесь еще немало масса занимает керамический патрон который идет специально для безопасной работы высокомощных греющих лампочек и соответственно вот этот весь вес он оказывается на сетке первые лет три-четыре сетка держит его достаточно неплохо но постепенно она может начать проседать в таком случае чтобы спасти сетку и увеличить срок службы данного террариума мы должны использовать кронштейн второй вариант почему нам подойдет кронштейн потому что когда мы будем использовать наш греющий светильник если видно по термометру который мы тоже запустим что температура получается достаточно высокая то можно будет просто подкрутить и увеличить светильник по расстоянию тогда у нас точка прогрева сдвинется и температура станет ниже так легко и просто делается нет еще рано хочешь отпуститься нет хочешь подняться но рукой немножко неудобно сейчас покажу и прикреплю будем делать все поэтапно сейчас я посажу сразу процессе если есть какие-то вопросы а я просто показываю как будет крепится вот зажимаем резиновыми колечками стабилизаторами шнур соответственно здесь у нас получаются вот такие вот крепления которые помогают нам его держать экзотера мне нравится что все не только ну да для рептилий чтобы они чувствовали себя как дома полезно и функционально но еще и достаточно эстетично все получается чтобы рептилий чувствовала себя как у себя дома у вас дома себя до себя дома не так как дома у рептилий так что у нас здесь вообще надо название фон в общем вот он получается поскольку это штатив который довольно таки жесткая держится до то что он будет держать здесь есть клеющий слой да он здесь легче сразу подниму повыше ну вот среднее да получается у нас вот вот давай вот так вот закрепили соответственно когда нам надо будет опустить мы ослабеваем здесь вот этот вот винтик кронштейн падает у нас вниз можно поставить если надо отдалить точку прогрева вот так вот поднимем наверх закрепим и зафиксируем уровень готова опять же можно регулировать положение лампочки потому что если светит не по прямому углу в общем хотели с другой стороны крепить но это можно еще будет сейчас исправить переделать что что мне так своевременно не сказал что такое у нас ветка там вообще нет потому что мы крички которые даже вот продажи у нас те коровки они ну вот как то вот так опять же если вы так собираете террариум и взяли и приклеили светильник и тут вы вспомнили что ветка то у вас точки обогрева там как получилось в нашем случае у вас есть гибкая лиана и вы можете не переживать по этому поводу потому что вы заранее подготовились точка прогрева будет здесь где лиана мы ее просто выгибаем в нашу сторону и как он будет греться в этом месте единственная дам такую рекомендацию прям под лампочку обогрева старайтесь не крепить растения потому что она все-таки искусственные пластиковые живая импровизация внимаю спектр и предназначение абсолютно разные лампочка 2 0 она содержит в основном ультрафиолет лучей а которые идут к стимулу к активному размножению к жизни но именно б там не так сильно много синтез витамина d3 определяет б ультрафиолет то есть это будет пятерка и еще такой очень важный момент периодически добытают мнение что есть остатки б ультрафиолета в лампочках 2 0 получается какой момент эти лампочки которые двушки они более яркие посмотрите на вот эти вот цифры на упаковке есть такая категория как люксы так вот если вы используете лампочки для животного которые ночное сумеречное или около того имеет смысл поставить пятерку здесь всего 336 ну люксы до 3650 двойка тоже на 25 ватт лампочка будет там порядка 11000 то есть она светит во много раз ярче она лучше подойдет для установки освещения для живых растений если они присутствуют в террариуме либо вы как ставите эту лампочку не для ультрафиолета а как для полезного использования лампы при дополнительном освещении террариума ну допустим у вас не 60 высота 90 и так у нас лампочка прогрева и самый приятный еще момент я устанавливал лампочку прогрева что вообще еще нужно знать о ресничном банана еде вообще он обитает в новой калейдонии и температура содержания комфортная для ресничного банана еда это днем фоновая порядка двадцати трех двадцати пяти градусов если температура поднимается выше то есть риск что ослабленные животные могут отбросить хвост и получить тепловой удар то есть это такие достаточно не теплолюбивые животные если мы используем маленький террариум на там 30 30 на 45 то в принципе если вы ставите ультрафиолетовую лампочку на 25 ватт которая немножко но сама по себе нагревается она может заменить еще и функцию как легкого прогрева температуры верхней зоне террариума но здесь у нас объем террариума достаточно большой плюс мы добавляем водопад который будет перегонять воду который будет достаточно прохладный мы лучше используем еще лампочку прогрева поскольку у животного будет выбор где именно находиться в теплом или в холодном углу а вот тут наступает самое интересное в чем же еще одно из преимуществ экзотерры что там по макричкам то я пока рассказываю про термометр что еще тут сделать вот что термометра чтобы он заработал нужно всего одну вещь выдернуть вот тут предохранительную ленточку и вот он заработал шнур здесь правда не сильно шнур здесь и правда не сильно длинный поэтому если вы используете террариум 90 да то рассчитывайте что все таки наверное вот этот датчик будет по задней стенке находиться по центру и выводиться не на светильник а просто отдельно на террариум то есть не самый длинный вариант по наращиванию но опять же плюсы совмещение непосредственно экзотеры с экзотерой есть вот такой желоботик который находится непосредственно в любом абсолютно светильнике и в нано и в обычном и в него очень удобно поставить вот так вот ваш датчик в общем экзотера это экосистема удобно мы зацепились мы расцепились ну и последнее дополнение то я открываю здесь соответственно верхнюю часть крышки несмотря на четыре крепления я могу подсунуть датчик через одно так вот внутрь если мы говорим о таком комбинированном термометре его лучше не использовать для замера точки прогрева то есть поскольку он меряет и влажность и температуру лучше если это будет на фоновые замеры а для точки прогрева использовать отдельный термометр прям вот отдельно еще у нас на датчик не комбинированный располагать вот этот общий датчик лучше на отдаление от лампочки даже если она не высокомощная как в нашем случае его можно закрепить вот здесь вот плюс в комплекте в наборе есть еще вот такая вот липкая штучка которую можно прикрепить не только на присоске к стеклу а можно еще на вот этом двойном ну как это называется липучка липучка на липучке к другим поверхностям либо просто вот так вот оставить где-то здесь находиться опять же к фону она особо не проликнет но у нас будет средний промер таким образом мы видим что у нас 44 процента влажности ну я немножко так сомневаюсь оно плюс еще падает а вот температура 26,2 судя по тому что я нахожусь в теплом свитере будет сейчас потихонечку падать ну что ж сначала мы добавим опрыскивание вот так вот мы опрыскиваем на стеночке вообще правильность опрыскивания такой вопрос его очень часто задают но непосредственно уже при покупке либо позже как правильно опрыскивать на стены вот так вот вот так вот не надо вы делаете мелкодисперсный вот этот опрыскиватель именно орошатель распылитель чтобы у вас было много маленьких капелек на стеклышке вот вот так надо для чего это если животное хочет пить оно подойдет отсюда слежит капельки а так когда каждая капелька находится в отдельности когда она будет испаряться она будет повышать параметры влажности а если вы просто залили вот это струей вы просто взяли и согнали всю воду на дно нам конечно понадобится наполнить субстрат наш влагой поэтому проливать его по низу мы тоже будем но при этом у нас будет расти влажность за счет наших капелек по стеночкам вот уже 45 ну а сейчас еще потихонечку продолжаю поливать поливай поливай 48 ну а сейчас потихонечку будет еще расти ночная порядка 70-80 процентов дневная комфортно около 60 ну вот собственно говоря открываю крышечку выливаю воду если что-то прольется мимо это абсолютно не страшно потому что мы специально для этого делали большой слой субстрата вот так вот и прикрываем ну что пока она устраивает вам обзор экскурсию по наполнению нашего террариума кто-то займется подключением посмотри у нас течет водичка все пошло отлично вода течет ультрафиолет включился кстати когда у нас был тоже мастер-класс стрим и мы говорили про оформление террариума для бородатых агам и для облефаров цветопередачу обратили внимание что не так видно на фоне коричневого именно то что vision лампочка розовая теперь попробуйте посмотрите на фоне уже тропического террариума когда у нас преобладают вот эти зеленые оттенки сейчас иду я креплю даже здесь плюс лампочки еще разгорятся если вы только приобрели лампы и вам кажется что они ну как бы не достаточно хорошо светят а вырубаем и вот это вырубить вот так вот вот так уже гораздо интереснее все посмотрите довольно таки живенько и натурально эх луна ночной светильник луна был бы здесь просто обалденным для ночного времени можно кстати в комментариях будет скинуть ссылку на наше обзорное видео со светильником луной да который с датчиком освещения сейчас испорчу немножко обогрев добавим обогрев желтая лампочка прогрева это приятный такой солнечный цвет будет добавлять естественности и немножко тепла кстати смотрится шикарно и без нее поэтому если в помещении вдруг стало слишком жарко можете просто отключить лампочку обогрева и не потеряется очарование от общего в чем значение света он дает больше по моему объема сзади вот анастасия солдата очень красиво вышло ну вот смотрите сами да обычный ну как бы просто террариум просто декорации просто грунт все что можно приобрести просто в магазине за раз ничего не делая своими руками да грубо говоря ну высыпать на высыпать и вы получаете такую классную вещь вообще такой классный дизайн у нас гость появился можно врубать свет он конечно любит по лучму но сделаем у нас гость познакомьтесь это самец ресничного бананаеда нельзя сказать что это очень взрослая особь ей всего годика полтора но это уже полноценный мужчина полноценный мужчина это видно да попробую показать вот так вот что есть коготочки когда заворачиваются обратно лапки листочки видно что торчат когти он прыгает благо у нас гладкие поверхности но собственно говоря сделаем вот так правильно все ушел уйдет когда на передней стенке мы увидим с вами как он держится за счет присосок которые находятся у него в этой специальной пластинке между пальчиками сейчас пить пойдет укрытие в данном вот читай да в данном случае основой укрытия служат растения которые добавлены здесь в большом количестве и в качестве тентов если мы сажаем одну особь то в принципе такое оформление оно более чем достаточно если мы будем добавлять сюда уже самок то во-первых у нас в запасе есть еще один растинчик тоже который будет чуть подлиннее и пошире плюс покажем все-таки когда докрепим скалу это будет еще одно посадочное место но на самом деле именно в крепление в этом месте оно получается еще более удачным чем планировалось то есть ранее поэтому не бойтесь экспериментировать всегда любые ситуации возможны к исправлениям и создание комфортных условий фонтанчик кстати ну не гудит все довольно таки четенько я думаю если если прикрыть террариум вверх террариум то практически никаких звуков здесь нет будут звуки только открытия я думаю что помпочку тоже нужно будет иногда чистить примерно раз в месяц я думаю можно будет вынимать ее и чистить рот это уже такая аквариумная тема наполовину поскольку для питья у нас есть водопад вот такая маленькая кормушечка поилочка она будет использоваться у нас для неживого корма поскольку как я говорила в начале ресничатые бананаеды питаются подгнившими фруктами в такую кормушечку будет очень удобно ставить пюрешку бананы огромные сладкоежки они едят не только давленые бананы которые кстати в больших количествах не рекомендуется лучше тогда давать смесь из пюре банана с персиком с яблоком либо просто пюрешки из нектаринов чисто яблоко тоже не стоит там слишком большое количество витамина С наслаждаемся мне нравится небольшая справка про самих питомцев ресничатые бананаеды это как мы уже выяснили древесные гекконы которые могут передвигаться абсолютно по всем поверхностям активность свою они проявляют в основном в сумеречное вечернее время поэтому среди ночи когда вы погасите лампочки животное все так же будет активно перемещаться по стенкам в поисках сверчков и не только при коммуникации в основном самки этим отличаются они могут начинать крякать если вы будете трогать самочку она потому что она будет думать что возможно это самец и вы что-то от нее хотите вот при этом ресничатые бананаеды обладают очень тонкой мягкой приятной на ощупь кожей но не очень любят контакты и еще одна отличительная черта ресничатого бананаеда это то что при стрессе и опасности животное отбрасывает хвост который больше у них к сожалению не вырастает но при этом очарование геккон не теряет вместе с хвостом необходимые параметры для содержания фоновая температура 23-25 градусов если мы создаем точку прогрева желательно не выше 27 ультрафиолетовые лампочки наиболее подходящие для содержания животного это лампочки 5.0 тропические с содержанием и альфа ультрафиолета и бета ультрафиолета влажность в ночное время порядка 70-80 процентов дневное 50-60 я так понимаю что у нас по оформлению все да можно жить можно сажать самку можно размножать маленький бонус что еще можно добавить в эти террариумы отлично в качестве естественных укрытий подойдут пробковые трубки из коры пробкового дерева в принципе в них также можно добавить мох в таком случае рекомендую брать не два пакета таких наборов а один пакет готового набора тропического и отдельно прессованный мох потому что внутрь трубы забьете еще раз ну размоченный мох и туда можно посадить и растения тоже либо если оставлять такое как одностороннее открытое дупло скорее всего самки ресничных бананоедов в него будут откладывать яйца пришло время кое-что делать да конечно прикроем вот кстати можешь эту штучку полезность подарков врубай свет так у нас будет три подарка что нужно делать ну сначала про подарки давайте лот номер один это влажная камера от экзотеры размер здесь получается у нас средний насколько я помню медиум влажная камера нужна для того чтобы животные рептилии в частности либо полоза либо маленький региус хотя региус здесь прям вот вплотную поместится в качестве укрытия либо эублефар чаще всего это идет использование для эублефара могли пролинять в каком-то слегка охлажденном месте внутрь можно расположить мох но поскольку здесь специальная структура можно сверху вот в этот впитывающий слой добавить немножко водички сама по себе пещерка будет охлаждаться за счет того что она впитала влагу таким образом здесь будет постоянно слегка прохладная температура и легче пройдет процесс линьки смотри вопрос от меня давай для бананаидов такая стучка не подойдет правильно а не стоит его во-первых оттуда будет сложно вытащить особенно если он прилепится во-вторых если он будет использоваться для кладки то только если у вас есть в наличии маленький ребенок у которого рука пройдет внутрь и он сможет достать оттуда яйца это будет комфортный вариант так что больше для донников да и других обитателей лоб номер два запас экзогеля премьера да можно сказать премьера да это вода которая находится в таком шарикообразном гелевом состоянии которая необходима для кормовых насекомых все мы стараемся приобрести такое количество насекомых чтобы это было не на один раз соответственно нам их надо чем-то поить и кормить если вы покупаете сверчков тараканов в экзамене в комплекте всегда у нас идет корм гранулированный который идет вместе с ними в основном он белковый также в ассортименте есть экзокрикет специальный корм который содержит уже и белковый и растительный компонент и подойдет как универсальный постоянный корм если вы допустим решили даже разводить тех же самых мраморных или туркменских тараканов так вот экзогель это бесплатный бесплатный да 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 кто выиграет для того будет бесплатный безвредный способ подачи жидкости так чтобы когда животные едят вот этот шарик он не растекается и даже если он сконтактирует внутри с какой-то подложкой на которой живут насекомые он не будет пропитан влаги поскольку что сверчки что туркменские тараканы довольно таки легко помирают из-за того что увеличилась влажность в их месте жительства в общем вот такой большой объем здесь 350 миллилитров шарики в комплекте поилка в которую можно их насыпать в общем да приятный наборчик и классика жанра универсальные комбо экзовит и экзокальций без витамина D3 такой кальций можно поставить отдельно в террариум креснить о господи к пятнистому блефару чтобы он мог самостоятельно им питаться в составе экзовита есть небольшое количество витамина D3 поэтому если ваше животное находится под правильно подобранными и свежими ультрафиолетовыми лампочками витамин D3 будет синтезироваться самостоятельно в организме животного а тот что есть в экзовите будет как поддержка если вы не содержите ваше животное под ультрафиолетовыми лампочками то рекомендую добавить добавку D3 витамина к подачи вот этого кальция и что нужно сделать наверное меня плохо слышно будет нужно сделать нужно сделать репост этой трансляции к себе на стену обязательно быть подписанным на нашу группу и дождаться итогов розыгрыша полные условия мы укажем через минут 15-20 после трансляции вот как то и все а сам розыгрыш мы проведем в понедельник в этот понедельник который будет хоть один положительный момент в понедельнике да ну розыгрыш в плесу хочу еще обратить внимание что мы сейчас добавили получается опрыскивание у нас температура упала 22,6 и она потихонечку поднимается датчик у нас находится в середине террариума и как я говорила комфортная температура для содержания 23-25 градусов сейчас у нас потихонечку температура наберется датчик все это определит влажность у нас будет так порядка 60-70 процентов что говорит нам о том что к вечеру все-таки опрыскать нужно будет ну и комфортная температура содержания когда наступит тот момент что я буду все-таки в футболке а не в свитере мы отключим лампочку но пока ресничный бананаед будет наслаждаться дневным светом и прогревом теплом ну что ж надеюсь видео было для вас познавательным опять же такой вариант оформления подойдет и ресничному бананаеду и фельдзуми и хамелеолису и пантеровому хамелеону если это молодой самец или самочка либо еминскому хамелеону если это будет самочка для самца этот объем катастрофически маловат помните что количество добавленной вами воды будет меняться влажность а это важный параметр для многих животных ну что главный герой скажешь пока не упусти не упусти его ко мне нет он не хочет все он пошел домой дома лучше конечно давай теперь ты живешь здесь потому что в террариумах экзотера животные чувствуют себя как дома все ребята спасибо за внимание всем пока пока большое спасибо и большое спасибо спонсорам компании экзотера за предоставленные террариум и остальные декорации и оборудование всем пока пока делаем репост подписываемся на группу в понедельник разыгрываем призы